доброго времени суток дорогие друзья с вами 23 выпуск рубрики best replace бани вур и портал goodgame.ru мы продолжаем радовать вас играми профессиональных киберспортсменов кнов шведский орг против хасу немецкого андеда на карте терена стенд раритетная такая знаете аутентичная солидная можно сказать музейная карта варкрафта но и если это best replace значит точно будет жарко степень жары мы с вами будем оценивать вместе поскольку смотрю я как обычно в режиме life чтобы не терять эмоционального накала от происходящих событий но пока развивается у нас игроки довольно стандартно андет создает ранний алтарь и скорее всего скорее всего побежит дк на харасс такое странное конечно решение посмотрим будет ли будет ли построено кладбище то есть в любом случае это будут поздние финды если я конечно ничего не перепутал вот там да там магазин в общем никакого кладбища нет в помине это будет фаз дк и или не фаз дк подождите алтарь построен да это будет фаз дк и может быть даже гуля может быть даже гуля гуля ушла на разведку это как раз тоже говорит о том что он это не собирается экономить на лесе и построить достаточное количество гулей потому что насколько я помню в случае если андет играет финдов он направляет на разведку экстра колита чтобы не терять по лесу ну а здесь гули строится в нон-стопе дк в заказе все прекрасно жизнь кипит прибегает зеленокожий зеленокожий раб понимает что ошибся квартирой и бежит обратно здесь блэдмаста кстати вот ранний дк но из-за завтыка с заказом героя по моему там соплая не было у хасу близко вступили в бой ждал пока достроится зекурат в общем дк вышел чуть позже в любом случае он бы не успел на харасс этой точке и не забрал бы главного мага соответственно девайс нет он просто отправляется на криппинг вместе с гулями эта карта хороша тем что здесь нет красных точек и здесь довольно быстро получить 3 левел за любого героя первого что варденко эльфийская быстро получает здесь 3 что мк хуманский то есть есть такие персонажи которые просто как наркоманы от гашиша и спайса зависят от получения 3 левела но кстати дк и блэдмастер ну ладно блэдмастер не настолько остро нуждается в третьем левеле дк все-таки нужен третий левел для того чтобы колить фендов которых здесь нет поэтому и тут тоже не принципиально главное получить второй в этом случае но вообще стратегия пока непонятно грэда на тир-2 нет сидит на тир-1 хасу и мне вообще иска начинает казаться что тут будет какой-то раш с гулями в тот момент когда орг запустит тир-2 интересный такой рискованный план но тем не менее легко может прокатить видите андет крепится в двух местах да 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 это госу они так умеют одновременно в двух местах контролить кто бы мог подумать не пытайтесь повторить это в своих играх чтобы не воспламенить заднюю заднюю часть вашего союзника так блэдмастер видит планируемый криппинг андеда отправляется ему всячески помогает он окажется раньше времени он вышел из винволка и начинает грызть дк дк с удовольствием готов поиграть или лейдом в догонялки потому что у дк есть лошадь хоть и худая истощенная практически изможденная но тем не менее четырех нога а блэд на своих двоих так легенькие легенькие лаги но надеюсь что это ненадолго увидел раненую гулю блэдмастер санитар леса да вот застыл в крите на 40 и убил убил гулю в общем подъедает всех слабых отбывшихся от стада барашков кровожадный волк в шкуре шкуре повелителя урочей орды здесь тоже параллельный криппинг в двух местах ну что сказать кудесники кудесники игры играет на тир-2 какой-то очень поздний сразу могу сказать что андет играет в какой-то не стандарт но вообще я скажу что эти ребята практиковали в киберспорте в очень стародавние времена и вполне возможно что тогда были какие-то свои стандарты о которых сейчас уже никто не упомнит то есть госу и кнов они играли играли очень очень давно в варкрафт времена его как раз рассвета во времена самые благополучные для эпохи в c3 когда были серьезные клановые турниры личные турниры в общем игра жила царствовала и была гегемоном в мире ртс и тогда ртс были на коне были самым по самой популярной одной из самых популярных дисциплин сейчас так куды уже не играют но вполне возможно что это что-то такое забыто и старое третий левел получил дк блейд затарен неплохо думаю что манти ученого передаст аурен чтобы было здесь таурен и здесь судя по всему будут виверны у орка а здесь заказывается дредлорд ну это хорошо ребят это хорошо это мы с вами сейчас будем смотреть какую-то очередную дичь да дредлорд не лич ребят давайте расскажу про дредлорда это герой который обладает несколькими важными заклинаниями во-первых это слип который позволяет держать вражеского героя в дизейбле но до того момента как союзный юнит оплеухой по щам не разбудит своего предводителя второй спелл это аура вампиризма которая дает гулям отхил в принципе всем ближнебойным юнитом отхил при атаке дк в инвизи просто наблюдает это тайный разведчик в режиме стелса тут то дредлорд застрял в изигуратах обычная история аккалит проявляет вежливость к своему боссу да к своему патрицию и пропускает его вперед так вот в третье это стая стая это заклинание ауеш на и задевающая и мориска любили соответственно земных воздушных юнитов ну и самое главное ультимейт это огромный огненный голем который падает с неба на башку соперника оглушает его иммунинг магии обладает хаос атакой короче жжет по полной программе еще и выжигает по моему все вокруг ну вот блэйд спит только вышел из винволка сразу лег спать спокойной ночи малыши говорит а я здесь попытка окружить окружить вторая попытка будет нет да шо ж такое два гранта никак не разобрались кто из них должен закрывать пространство дк этот каким-то чудом ушел день наступил плащ теней уже не спасает да но это дичь конечно я такого не видел испокон веков если честно это какой-то доисторический до кембрийский варкрафт во времена палеозоя когда андеды еще пользовались таким героем как дредлорд до гулям кача естественно заказан great на френзи френзи очень важно для гуль на третьем левеле важное усиление которое прокачивает гулей но буквально так же как быдло прокачивается на мастер-классах она становится быстрее и еще больше спамят соцсети после этого так снова блэйда вот мы видим как а неэффективен харас блэйд мастером в соло против дредлорда который то есть блэйд мастер вот хочет добить кого-то а его постоянно слипят и заставляют стоять еще в состоянии покоя какое-то время войска вступили ориен крепится до третьего левела стремительно и быстро неизвестно кому теперь отдавать когти потому что оба героя милишных и не дпс по сути своей таурен наполовину третий левел может сейчас томов экспириенс вывалится из кого-то мы смотрим о руны и браслеты это здорово теперь кайлом его не убьешь но тут и не будет на самом деле нюка потому что койл нова страшно а койл и стая наверное не так жестко в любом случае андеду понадобится немного финдов сеткой по этой стратегии поскольку орг выходит виверн и в общем знакомое очертание приобретает игра дело в том что на таурен именно взят для виверн чтобы как раз стомпать финдов стомпать гулей самое главное финдов не дать им накинуть сетку на виверн и вот во время стомпа те самые виверны с хорошим дпс вместе с блэйдом войска шмаляют и буквально разбрасывает юнитов врага но финды нужны да потому что кто-то должен виверн соответственно ослужать и опускать на землю своих небес так сетка на дк очень неприятный момент у дк есть тп он понимает что его пора нажимать и самого большого толстого моба оставляет еще дредлорд ну тут финды просто без финдов то как жить дредлорда тп нет андет не так богат поэтому дредлорд получает живительного кайла накидываются еще на гранта на гранта лайтинг шилд еще один койл таурен в слипе это проблема кстати говоря дестройеры сражаются с вивернами но виверны должны его быстро застрелить хороший вейв кстати никакого стомпа здесь вейв вообще взят в общем дичь творится полная ребят не ортодоксальная это абсолютно нетривиальный варкрафт дк чуть не попал в окружение блэдмастер режет гулей и нажимает тп побоявшись получить койл тележку надо еще забрать да напоследок в общем какая-то совершенно лютая трешня творится гарк нельзя против виверн заказывать из-за бэтрайдеров то есть нужны финды по-хорошему нужны финды но таурен не взял стомп обычный стомп для того чтобы как раз дизейблить финдов он взял вейв этим вейвом конечно сильно поломал жизнь многим гулям которые вернулись на базу кто без руки кто без ноги а то вообще не вернулся жуть жуть творится какая-то я право впечатлен потрясен до глубины души орг заложил нычку ну и поняв что финдов нет он с удовольствием подклепал еще немного виверн которые составляют главный дпс в его армии андет увидел на иска вступили в бой ну и финды это единственный выход против виверн в общем я я точно уверен что этот реплей в какие-то стародавние времена времена когда андеды еще не играли через лича ну и либо хасу решил своего соперника удивить дредлорд ну все хорошо только гули до виверн не допрыгивают ребят какой-то ответ на виверн у андеда должен появиться ска вступили в 40 лимита из 50 и андет собирается просто пойти от них нычку на пофиг нет закрепить до 3 левела сначала дредлорда но почему-то не идет отменять экспант хотя видел что он заложен все это очень-очень настораживает нет все таки пошел отменять орк наламывается на мэйн андеда чтобы как-то отвлечь его от харасса собственного экспанда который почти достроился очень обидно его отменять но вот сейчас аккалиты будут страдать вейв по двум прошел виверны очень быстро выщелкивает аккалитов андед нажимает тп но оставляет живых рабочего очень много ресурсов кстати орк потерял у это виверна отбилась от стаи и горгуля появилась одна одна на всех мы за ценой не постоим он это решительно много леса 45 лимита а это орк орка нет стоп 45 лимита орка орка вообще полно ресурсов у него 45 и он явно планировал заложить нычку и выходить дальше в технологии но тут его немножечко остудили так что же делать дальше у нас есть 3 дредлорд интересно 2 аура взята или все-таки слип наверное аура потому что слип мне кажется здесь вообще нужно было без слипа обходиться поскольку тыкнуть на своего героя чтобы разбудить это не так сложно более если у тебя виверны мне кажется нужна стая 2 вот честно вам скажу чтобы и виверна стужать войска вступили в бой ну либо 2 соответственно 2 аура вампиризма чтобы гули могли регенить хп ну 1 гарга да вот видите здесь сразу же битрайдер появляется как ответ против воздуха и 22 битрайдера справиться и с дестройером также то есть ну где здесь без фендов вообще никуда и не туды и не сюды понимаете с этим нам показан по сторонам от видео картинки нам показан еще и а пм игроков как видимо по им крайне высок может быть это не такой зашкаливающий колоссальный и а по им как у корейских психов но тем не менее выдавать в игре 274 это тоже знаете достойно профессионального игрока в варкрафт блэд мастер под инвулом пытается пройти к колитам но мы видим что из гурата не дают ему этого сделать грамотно застроился андет и вот битрайдеры помимо ой какой шикарный wave проходит пока ли там прилетает толпа гарк и битрайдеры по моему взорвались раньше времени сейчас виверн очень быстро съедят орг нажал тп ни одного колита андет не потерял всего лишь ценой зигурата здесь харас рабочих которые пытаются наковырять лишние голды йорк все с тем же упорством достойным лучшего применения пытается заложить экспант в этот раз андет нашел его в другой части карты кстати я вспомнил что кнов по моему еще поигрывает время от времени крайней мере кажется него я видел на виталюс х копия по соус это прям очень сильный немецкий андет ну наверное входящий в топ в топ 5 лучших игроков германии за все времена вот так так что не смотрите на приставку abs в его ники в германии были еще несколько достойных достойных представителей этой игры например тот же самый инфобой собили в бой он же цоколь так но орг по-прежнему ничего не заложил по-прежнему сидит в полтиннике и пытается поставить экспант блейд со свитком но нужно больше битрайдеров но я считаю что гарги это не ответ на виверн может быть конечно хосоопс будет сейчас их как-то гениально сплетить для того чтобы битрайдеры не взорвали всех сразу такое может быть кстати такое может быть плюс может помочь свиток или в бой и свиток исцеления свиток защиты под гарк и вот когда битрайдеры взрывается гарка расплечивая свитки вязаешь предварительно и в общем не хватает здесь всего две батки вообще именно из-за битрайдеров никто против орка не играет в горгулий кроме вот этого джентльмена ну и третья точка где можно поставить экспант кнов изучает карту вместе с нами дети помогите кнову поставить экспант пошел налево облажался пошел наверх там тоже потерпел фиаско ну и последнее последняя надежда этот центральный рудник ну йорк пытается снова как-то отвлечь андеда от разведки например даже если он увидит строящийся выше строящийся нычку вот на на самая логичная для орка . вообще наверное знаете с таким резонным и с таким непреодолимым желанием поставить экспант орк мог бы уже давно жмакнуть р-3 и поставить его из шкатулки из шкатулки экспанта орков ставится куда быстрее ска вступили в бой чем обычно натуральный естественным путем орочек кесарево сечения такой в мире экспандов строится быстрее чем ларьки и быстро деньги по всей стране так горгульев их надо сплетить я уже это говорил их надо выводить вовремя на арену ну а орк орк в общем старается все-таки экономического преимущества добиться какого-то прежде чем выходить из лимита и сражаться андеджи андеджи просто живет его все устраивает это в этом мире андет вообще не макро раса они привыкли сидеть в полтиннике копить ресурсы потом резко выйти в 80 и снести но это андеды которые играют через лича через деструйеров через финдов здесь совсем другой андет битрайдеры полетели взрывать горгулий непонятно чем это закончилось нычка отменена кстати слип на битрайдер это интересный ресурс очень интересный ресурс можно его убить кстати под это дело залпа вот еще один слип на битрайдера так а тут подрывники так битрайдер улетает но орк ведет с собой трех камикадзе для того чтобы рвануть андеду мэйн расчищенный идут подрывники видят это хасопс первый пошел второй пошел и 2 взрывает первого но все равно этого хватает минус мэйн у андеда какой подлый орк ну что андеду не остается ничего кроме как и закладывать еще раз мэйн будем смотреть сколько осталось у него да здесь все понятно сколько осталось у него ресурсов в шахте то важный момент потому что от этого будет зависеть и планы андеда опа шейда шейда обнаружила блэйд мастера тут же получил слип с таким количеством сна в этой игре блэйд мастер будет самым здоровым самым свежим юнитом в игре но андет с ответным визитом там взрывают вполне гаргулю очередной битрайдер два дестройера войска много гулей но три виверны три виверны есть у орка и непонятно то есть по-хорошему да орк наламывается отличный вейв минус все колиты у андеда проблема он пытается бейс бейстрейдом заняться но ведь орк все это отчинит он сейчас просто ой недоконтраливает виверну недоконтраливает виверну минус зигурат нужно просто убить околитов и уходить битрайдер тоже попадает под раздачу недоконтраливает заметно кнов и он просто почему-то нет а у него может быть не было т.п. окружают там райдера боже это сейчас огромный фейл со стороны орка если он ну надо смотреть если у него т.п. если у него не было т.п. фейл с тем что он его не купил если есть т.п. то я не понимаю почему его нельзя было нажать так ну зигурата мы убили это здорово правда сейчас вот эта стайка колония рабочих попадет в осаду гули набрасываются кровожадно они здесь остаются два дестройера у орка тоже закончилась добыча золота и ну конечно это бест реплей все просто закончится не могло если бы трайдеры на стройеров там виверны здесь строймер с дестройерами разберутся в принципе потому что гард я вам деда не вижу и все таки я считаю что блэйд с вейвом таурена должен расправляться с гулями да его будут время от времени слипит но там виверны который рейнджом всегда персовой атакой разбудит своего шефа вечер перестает быть томном андет закладывает экстра мэйн для того чтобы не вылететь из игры околид с тележкой на одной разведке шейда на другой разведке гуля там тоже занимается но слушайте а орку надо просто убить здание андета на самом деле и у орка тоже не так все хорошо да потому что у него у самого здания не осталось почти там подрывничок 1 2 ведь как за ней расположенность мы с тамарой строим парой так по такому принципу орк поставил свои строения и вполне возможно сейчас сыграет с ним злую шутку так это кто-то умер это было вивер на кайломы и что ли оприходовали у андета остается получается четыре здания 4 work от 6 но там логово они быстрее уничтожаются в общем а здесь два райдера ну райдеры конечно это большое подспорье потому что у них осадная атака и они здания довольно живо разваливают последняя колит blade получает пятый левел на нем как обидно должно быть а колиту и blade может конечно в виндволке бесконечно здесь подрезать здание андету трудно выйти из базы поскольку blade будет озоровать так до бесконечности ему нужно оставаться с другой стороны андет видит что у орка никаких вторичек не стоит и андет перебил орку рабов орка да все у него 29 supply блок он уже ничего не построит потому что чтобы supply блок ликвидировать нужно строить логово а у него не осталось рабочих войска вступили в бой такая опатовая ситуация ребята ну андета то же самое да у него не осталось колитов чтобы что-то строить даже продать ничего не может ну продавать в этой ситуации конечно смерти подобно вот у них остались две армии и остались огрызки баз которые надо каким-то образом засейвить одновременно уничтожив базу врага вы знаете это надолго вот так вот орк будет развлекать гули облизываются глядя на виверну видят в ней неплохое жаркое но сделать ничего не могут финды нужны дестройера в охоте здесь конечно орка больше возможностей для харасса поскольку и райдеры мобильные виверна летает и блэд мастер винт волки дед просто хас обс не решается выходить из базы вот спрашивает он что у того по голде просит занять день сообщает точно ставить тяжелые времена слип на виверну но слип то слип а дальше что как ты убивать ты не верна виверна там кстати арба куплена кому-то и виверну не доконтроливает кнов вот виверна сейчас откуда у таурена тарен пускает вэйв по зданию него откуда-то инвиз взялся скорее всего в магазине приобрел на последние гроши виверну конечно зря не доконтролил тут-то жуткий лаг наступает все отпустило улыбаемся дальше за орком как мы видим тотальная слежка установлена и вражеский лазучек постоянно докладывает местоположение сглав коровы в бой слип окружение и кажется это будет минус когда у него есть инвул и вэйв хороший вэйв проходит там сразу минус куча всего инвульчик на инвульчик разве волк так на кого-то на райдера слип райдеров отдает кнов и он просто пытается на пофигу сбрить здание корова бегает блэд стреляет блэйда не окружишь корова там попала в тяжелую ситуацию таурен чифтен еще один вэйв шикарный еще бы один но больше на вэйв у него маны не остается койл в него и минус тc будет сто процентов блэйд в слипе юнитов больше горка не осталось почему он так наламывается на базу андета непонятно блэд трубает инвул и под инвулом последние удары по магазину у него есть еще два здания но это дышит наладан у блэйда ну вообще непонятно тут тут очевидно что у андета нет шансов потому что наломившись так на пофиг отдав абсолютно все орк кстати у него есть немного денег он сейчас что-нибудь купит на еще один инвул и под инвулом расстреляет оставшиеся здания да к сожалению терпит здесь андет продает персоналку она уже не нужна нужен вул а он заказывает таурена ну такое но такое так он заказывает таурена зачем-то там таурена то легко убить он все-таки гули слип хотя 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 мне кажется лучше было бы купить инвул блэйду под инвулом по нарезать здания уйти винт волка и повторить эту процедуру еще раз все это был бы изи гг то есть на два инвула бы хватило продав все девайсы он их всей продают и покупает он вул зачем тебе таурен да бедный андет он просто он все понимает инвул минус здания на город на память ну что делать ему ничего хас опса остается только смотреть как блэйд мастер его мордует последнее здание остается он деда последняя надежда постоянный слип на блэйда но надо как-то его убить непонятно как койл в него еще один слип надо как-то отрезать его от здания фейта еще один койл еще один слип посмотрите что творит андет 5 хп остается в бойне и еще один койл минус бойня господи это просто фантастика это феерично он засейвил через слип и как как у него это вот как ему это удалось койл и мгновенный слип койл и мгновенный слип и блэйд просто не успевал даже вин волк уйти выходит таурен но таурен извините меня не блэйд мастера животное немного другого вида и чтобы к корове нужно сделать один удар так корова бежит к своему тачдауну и и перехватывают голи голи не смогли остановить корова под вин волком потом диспеллет на пофигу дестройер диспеллет инвиз корова окружает и минус таурен господи господи как он это затащил как он это затащил это г.г. орку вы можете в это поверить пяти хоповая пяти хоповая бойня стоит и не не верят в свои своим глазам сейчас андет как она выжила ну и теперь орка уже ничего не остается к нофу остается только признать свое поражение в этой игре это невероятно просто потрясающе невообразимая концовка этого триллера я думал что 22 выпуск будет лучшим но тут 23 просто поразил ох 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 андет добивает последний орочи здания но окно вас только наблюдает за этим он больше ничего сделать не может заслуженная победа микро контроля над макро стратегией но вообще конечно увидит такие экзотические составы армии героев в наше время практически невозможно только в ладдере андеды уже давным-давно так не играют вот такие были времена в варкрафте друзья постоять последнее здание отделяет андеда от победы а мы еще раз благодарим всех кто поддерживает нашу рубрику на этой неделе два выпуска следующий будет воскресенье заходите в нашу группу вконтакте там есть зал славы куда попадет каждый кто перевел на развитие проекта хотя бы рубль ну и ждем 1000 лайков тысячи ваших лайков под этим видео думаю что данный реплей того стоит ну а сейчас я зачитаю торжественный список поддержавших это аноним 100 рублей песоков 200 рублей ваня чит 21 рубль очко и написал экономлю чтобы родник раньше времени не закончился правильно береги очко с молоду лев левинтов 1000 рублей раки москва 500 рублей звучит как доска объявлений но действительно человек с ником раки москва большое спасибо за поддержку д пакос 50 рублей и сообщает спасибо за варик и такие клёвые комменты будешь обвер ван лав спасибо передам оберу вуди 4 300 рублей нога хочет обратно в таверну прикрепил он к своему месседжу своему донату спасибо большое нога действительно всегда хочет таверну такая уж она слабая александр юрьевич 60 рублей или на то 296 рублей четырех не хватило до круглой суммы ничего надеюсь следующем месяце заработаем на развитие рубрики best replays и комментатором на дождь сообщает он спасибо дождь ком затарюсь на месяц михаил алексеевич 300 рублей за потрясающий 20 реплей большое спасибо всем поддержавшим я всех прошу вступать в нашу группу вконтакте ссылка на нее также будет в описании к этому видео в группе вконтакте мы размещаем весь основной и конечно же не плановый контент весь фидбэк весь бэкстейдж сообщения новости все что касается развития нашего проекта кроме того в группе с создан зал славы самых состоятельных саппортов нашей рубрики зал славы будет еженедельно пополняться новыми именами с вами был бы не вур сайт goodgame.ru подписывайтесь также на мой канал в ютюбе очень много варкрафта там вы найдете как записи прямых трансляций так и комментарии различных турниров увидимся друзья в 24 выпуске до новых встреч и мы по-прежнему в строю варкрафт жив